Совсем скоро все они станут мамами. Для кого-то это случится впервые, кто-то уже гордо носит почетное звание. Сотрудники госавтоинспекции в женской консультации провели лекцию на тему, как обезопасить малышей. Законом запрещено перевозить детей без удерживающих устройств в машине. Но часто родители пренебрегают правилами и сознательно идут на риск. За последние несколько месяцев три маленьких ребенка погибли в авариях на дорогах края. Конечно, задумывались, еще не покупали, но вот буквально уже в скором времени планировали заняться этим вопросом. Сейчас как раз задала вопрос спектру, как выбрать, потому что их очень много и как там их выбирать правильно неизвестно. Основных требований при выборе детского автокресла несколько. Удерживающее устройство должно иметь жесткий каркас, строго соответствовать возрасту и верно располагаться в машине. Закон не запрещает перевозить малышей в кресле на переднем сидении. Но стражи порядка предупреждают – это небезопасно. Лично мое мнение, как инспектора ГИБДД, что мы встречаемся очень многими случаями на дорогах и видим, что это небезопасно. Мы рекомендуем родителям перевозить своих малышей на заднем, за водителем, так как у любого водителя взрослого срабатывает инстинкт самосохранения. И когда мы предвидим данную ситуацию, столкновение, мы уводим руль от себя, соответственно, и своего ребенка спасаем. У этих женщин еще есть время в запасе для выбора удерживающего устройства. А вот в семье Шастун сегодня самый счастливый день. Маленькая Даша вот-вот увидит братика. Цветы, шары, счастливые лица – все родственники в сборе. Среди гостей на этом празднике сотрудники полиции с очень нужным подарком. Сотрудникам МВД и лично сотрудникам ГИБДД дарим вашей семье вот такую вот коляску, чтобы безопасно перевозили вашего наследника с соблюдением правил дорожного движения. Спасибо огромное. Спасибо. Ура! Вам здоровья. Спасибо большое. Такие правила, конечно, беспрекословно мы выполняем. И всем рекомендуем, чтобы детей пристегивали только, возили в детских креслах. Ну и сами не забывали пристегиваться и соблюдали правила дорожного движения. Не нарушать должен каждый родитель, будь он пешеходом, пассажиром или автомобилистом. А при появлении нового члена семьи, мамы и папы, кроме пеленок и распашонок, обязаны планировать еще одну обязательную покупку – детское удерживающее устройство. Ольга Муравьева, Алексей Шиповалов, Телемикс.